В седьмом классе он решил быть врачом, а в 26 лет стал самым молодым заведующим отделением в областной клинической больнице. Сергей Хомяков, врач-анестезиолог-реаниматолог, не привык останавливаться на достигнутом. В этом году он занял второе место в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучший врач года». С человеком, жизненной кредо которого спасать людей, познакомилась наша съемочная группа. Отделение анестезиологии и реанимации номер один. Сюда привозят самых тяжелых пациентов со всей области. Врачи специализируются на оказании помощи нейрохирургического профиля. Одновременно здесь могут находиться до 20 больных. 18 коек предназначены для проведения интенсивной терапии. Наша специальность одна из самых трудозатратных, ресурсозатратных и без какого-то аппаратной поддержки просто невозможных. Обучение проходит все полностью. Начинает с санитарки в отделении, заканчивая заведующим отделением. Мы обязаны, во-первых, проходить это обучение. Люди в современном мире без этого никак. Центр управления полетами в миниатюре. Именно так выглядит центральная станция мониторирования состояния пациентов. Сюда выводят жизненно важные показатели каждого больного. Однако прибор может лишь подать сигнал тревоги. Дальше за дело берутся специалисты отделения. Мы фактически на границе жизни пациента. И тот драйв, тот непосредственно накал событий. И, соответственно, последнее, что ты можешь отдать пациенту, кроме тебя больше ему помочь никто не может. Наверное, это и многих задерживает в этой специальности, а многих и приводится студенческой сказками. Профессию врача Сергей Владимирович выбрал, когда учился в седьмом классе. Перед глазами был пример родителей медиков. Чтобы поступить в мединститут Белгородского госуниверситета, перешел в другой класс с углубленным изучением биологии. Еще будучи студентом, подрабатывал медбратом в областной больнице. Сюда же пришел интерном и остался работать. Задатки руководителя в молодом и амбициозном юноше разглядел в то время главный врач клиники Владимир Куликовский. В 2006-м было принято решение открыть первое в Белгородской области отделение анестезиологии и реанимации, которое будет оказывать специализированную высокотехнологичную помощь. Руководить им было предложено Сергею Хомякову. На тот момент ему было всего 26 лет. Я был первым сотрудником в этом отделении. Потом появилась старшая сестра. Мы двигали стены, мы размечали, где будут находиться палаты, делали ремонт в будущем отделении. Потом мы набирали сотрудников. Был период, мы вдвоем с доктором работали в этом отделении по несколько, ну, по много суток в месяц. Соответственно, потом у нас стало больше, больше, больше. Через несколько лет уже нас знала не только Белгородскую область, но и далеко за территорией Белгородской области. Сейчас в отделении работают 90 человек. Ежегодно здесь оказывают помощь в среднем 2000 пациентов. Сергей Хомяков гордится проделанной работой своей команды. Старается следовать принципу – относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Это дает результат. К своему руководителю медики относятся с нескрываемой симпатией и искренним уважением. Прежде всего поражает его работоспособность и энергия, которой можно только позавидовать. Мы когда идем на обход, мы за ним просто не успеваем. Наш заведующий очень умный, достойный человек, доктор. Действительно, это специалист на все сто, которым, я думаю, каждый из нас может сказать, что мы все довольны. И мы все его любим и ценим. С мнением коллектива согласны и старшие коллеги. Руководитель Центра анестезиологии и реанимации Михаил Козий считает, что от таких молодых и амбициозных руководителей больница только выигрывает. Лидер, он всегда себя как бы сам проявляет. Его не надо делать. Лидер, он во всем проявляется. Его усердие и его целеустремленность. Он много труда вложил в то, чтобы приобрести эти знания и этот опыт. Он неоднократно выезжал на учебу в специализированные реанимационные отделения в Москву, в Санкт-Петербург. За границей мы его командировали. По крохам собирал тот опыт, который на сегодня есть в этой отрасли. Останавливаться на достигнутом – это не про него. На всероссийский конкурс «Лучший врач года» Сергей Хомяков шел сознательно. Приготовил пакет документов и видеопрезентацию своего отделения. На заключительный этап в Министерство здравоохранения России поступило 577 работ из 43 субъектов страны. В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» белгородский врач занял второе место и считает награду совместным достижением. В очередной раз появилась какая-то мотивация что-либо делать. В очередной раз было подчеркнуто то, что то, что мы делаем – это правильно, это хорошо, это заслуживает какой-то определенной оценки, высокой оценки. И, естественно, мы будем продолжать тот темп, который мы взяли. Именно командная работа, работа в коллективе – это, наверное, одно из основных моментов, на которые я делаю ставку, потому что все вместе мы не победим, и мы можем решать любые проблемы. Чтобы оставаться лидером, надо идти на шаг впереди остальных. Сергей Хомяков готов брать на себя ответственность и вести коллектив к новым достижениям.